приветствую всех я 3 марта уже сколько у нас практически больше десяти дней запустил так называемый flash mob загляните под пупочек что мы там увидим и вот александр алексеев пишет для чего это надо делать то есть помещение ватки смоченной дегтем причем капля смочена так чтобы она была внутри ватки не касалась кожи иначе дегать просто напросто кожу эту сожжет и у вас будет ранка кожа облезет и плюс лейкопластырь и мы это составляем вот значит александр алексеев пишет а для чего это надо делать неужели я это не объяснил для чего это надо делать и написал смотрите до тех пор пока не поймете когда поймете то решите надо ли вам это делать или нет татьяна бордакова петрович ватку менять каждый день или нет ее лучше всего менять на ночь на ночь можно эту ватку держать круглые сутки я например так и делал просто она просто это выдыхается все-таки дегать улетучивается поэтому ваточку менять каждый день а лучше всего ставить на на ночь далее у нас пошли пошли такие вот во время голодания можно но зачем во время голодания голодания а маргарита как-то время сухого голодания смазал тело местами растительным маслом началось какое-то бурление в животе и слабость усилия чтобы это могло быть я написал стали есть сухое голодание то есть мы изолируем свой организм во время сухого голодания но от еды понятно и от воды а вы маслом смазались зачем и дальше спрашиваю то есть пользы получается никакой я думаю что особо никакой вот если так поступать знаете вот это вот огород городить значит маргарита о пишет это как раз ответ вадиму лагрину долгий разговор двух словах не отвечу для меня последовать вашему совету это означает бросить систему по которой я иду уже 30 лет я имею ввиду систему иванова знаете вот если вы действительно чему-то следуете следуете долго 30 лет и это вам помогает то и продолжайте но но как бы сказать что-то новое узнавать это конечно очень хорошо поэтому не отказываясь от старого ну попробуйте новенькое а что там она может как-то что-то там поработает или например я я вот где-то 2015-2016 года начал потихонечку там подкачиваться вспомнил так сказать молодость ну и вроде как бы сказать шло а потом видите я нашел систему гравитационной гимнастики далее нашел то же самое на тренажер и который уже называет знаете вот ну вот по другому и я это и за динамической гимнастикой потому что мне начали знаете это это не гравитационная гимнастика это совсем другое ну ладно я начал и заниматься и вот три года моих занятий они кое-что мне открыли совершенно иное показали свой эффект от всего этого что я все прочие виды из-за низкой эффективности просто отставил я стал только ходьбу хожу там вот будет лето я буду плавать так значит поэтому насчет системы иванова а это действительно серьезный срок здесь не получается вот так взять и бросить поверьте моему опыту я знаю о чем говорю и у меня ведь тоже есть свои мотивы это делать в любом случае рассуждать на эту тему моем случае надо было раньше 30 лет назад а сейчас уже поздно вот пытаясь как-то объединить и то другое то есть использовать советы не нарушая привычный ритм жизни вот тут очень правильно сказано не надо нарушать привычный ритм жизни но какие-то советы опробовать использовать возможно посмотрите сейчас начинается погода вы говорить теплеть и вот мне хочется окунаться в воду вода будет очень холодной но я буду окунаться вот это как-то меня бодрит и мне хочется то есть можно так сказать одна система мягко перетекает в другую в зависимости от смены времени года и прочее 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 но что-то что-то какой-то стержень у вас должен оставаться и что-то вы должны ну для себя делать такое чтобы чувствовать что а это вот поддерживать ваше здоровье ну примерно так я я я думаю что здесь примерно вот так и есть дальше напишут на эту тему значит а вот горячие ванны и горячая жидкая пища это как раз то что нужно для меня вы знаете конечно проблемы не были на моем пути не просто было согласно но и приобретено было здоровье при заболеваниях от которых как утверждают рачи нет исцеления а я получила стопроцентное здоровье но это я конечно по ощущениям а теперь выясняется слушая петровича то есть без меня что это можно быть и видимость вы знаете будем так говорить видимость невидимость вы ориентируетесь по собственному самочувствию по собственным отправлением организма различным вот как вы себя чувствуете одно дело вот год назад у вас там то-то было вы занимаетесь у вас этого не стало или это пять лет было а теперь этого не стал поэтому не это я такой не говорил что может быть по видимости ориентируетесь по себе вам могут все что угодно сказать люди окружающие вас вы плохо вылете еще что-то там еще что-то но как вы внутренне себя чувствуете вот это основное но я не особо утверждался подобными разборками молодец на фоне постоянных болезней когда не можешь не работать нормально ничего и из больницы не вылазишь то когда получаешь эффект полного здоровья энергии радости то как-то особо себя не утуждаешь всякого рода размышлениями и проверка а а теперь сдай анализы провер гормоны проверку то-то-то а действительно ли ты раздоровился или нет люди вообще знаете я смотрю и слушаю они ошалели у них нету самостоятельно ни мышления ничего не критериев никаких вот а вот а вот ориентируйтесь на анализы еще там но еще там на что-то и так далее гормон там тестостерон и тестостерон есть у вас желание и это вы можете вот у вас есть тестостерон то что было с вами раньше там вы не могли ночами спать у вас суставы болели а сейчас этого нету ну что опять сходить провериться то есть для кого для чего что там проверится но но для себя можете проверить а так я даже не знаю даже видите как то слов нету вот вот как это все это утруждать себя я была молода у меня дочь на руках любимая работа я просто окунулась в жизнь ну естественно все мы окунулись в жизнь молодые горячие возможно можно пойти другим путем то ясно пути это так а сейчас есть проблема но у кого их нет в таком возрасте с такой генетикой как у меня вот насчет генетики и забудь вот забудьте вот эта генетика шмельная этика и так далее это опять таки какие-то знаете вот глупости ух просто я уже на насчет этой генетики там врожденного и прочее 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 говорил куни пишет 12 назад в интернете и в аптеках нет березовый дегод есть только березовый косметический дегод для приема внутрь он не годится где можно купить березовый да пойдет это это он не написал может березовый дегод дегод вообще делается из бересты насколько я знаю то есть не из палки а из из вот этого из коры которая имеется кто хочет что-то знает так так для наружного применения любой любой артем федоров от одно и то же вообще-то стыдно должно быть не знать такой элементаршина но есть куни пишет ездил от берестов из коры березы есть дегод березовый из дерева полностью но ты спец однако ничего не делаешь то а учи других на самом деле насколько я знаю и понимаю именно тот просто делать которые березовый это как раз берестовый дегод опять-таки для краткости называют его березовый так у кого грыжа пупочная можно ли я пишу попробуйте потом какой-то вот надо смотреть ирина пишет что скажете про этого доктора и его выводы надо смотреть по сноске я как-то перестал вот смотреть на каких-то докторов и какие-то выводы у меня своя голова работает и я ориентируюсь вот на свой здравый смысл и опыт вот вот на что я в основном ориентируюсь сергей петрович доброздоровится в течение недели менять ватку но уже говорил дегод просто-напросто улетучивается а нам надо чтобы он действовал дальше он продолжает я правильно понимаю что один раз смазать ватку дегтя всю неделю больше смазывать не надо улетучиться улетучиться вот как духи вы нанесли пахнет сколько они там папра пахнет часа три там пять и улетучились вот так точно и дегод поэтому периодически я уже ранее говорил что мы сделаем мы смазываем так вот тут какой-то сергей сарапин что-то с nq я не понимаю извините так валентина март привет петрович мы не идиоты пожалуйста говорите с нами как обычно и по нормальному спасибо вам за вашу работу голосовилась бог так валентина март а мне нравится главное все понятно и познавательно но подачи информации она конечно различна я не буду говорить что я в этом деле какой-то какой-то супер учитель но главное чтобы она донеслось и еще зависит от настроения от настроения уж извините фишка ну не будем говорить что тут написано фишка кто-то говорит но это короче короче не не насчет ватки а насчет насчет того как информация александр колода а если с ее вещество то есть дегать директально для полноты ощущений и закрепление результата я написал не надо хотя вы можете попробовать вы можете попробовать что из чего из этого получится вот то что получится и даст вам ответ но я бы это не пробовал все таки вот делать он такая агрессивная вещь для кожи поэтому там дозировку если внутрь надо очень очень и очень тщательно выиграть для себя ага валентина март и пошло четыре вида дегтя дегат березовый дегат березовый косметический дегат березовый косметический с виды дегтя для нужного применения для внутреннего применения дегать березовый я написал мы говорим о ватке на пупок дегать кожи касаться не должен это понятно или нет вот поэтому когда вот так вроде рассказал вроде показал вроде там сделал и опять какие-то вот вопросы какой делать и что-то это как-то это начинает немножко это елена ельникова время голодания на урины три-четыре раза в день вышла темно-коричневая жижа похоже очень жирно спускаю воды цвет оказывается желтый оставлять след что это может быть это не 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 по теме это черная старая застоявшийся желт превращившийся в мазут френек бог опять а долго дали носить ватку ну вот я написал я собираюсь неделю постоянно дальше мы идем с вами валентина март 13 дней назад так через 20 минут а вот теперь мы как раз подошли о том как это все действует через 20 минут после этого резкая боль около пупка в течение секунды и все больше ничего то есть произошла некая реакция вот этот дегтярный дух на что-то поддерживал что я написал ну ватка заработала смотрите резкая боль резкая боль что может означать но это как как гипотеза так сказать либо оторвался сосальчик от стенки кишечной и уходит то есть ну грубо говоря сосальчик типа лист что там так то такое дальше пишет вчера убрала с пупка ватку с лейкопластырем оказалось что дегтярный все таки просочился через ватку весь пупок был черная дегтяр то есть в течение девяти дней дегтя через пупок просочился брюшную полость но не причинил вред из-за из-за того что деготь был просроченный поэтому никаких действий не оказалось нет а действие дегтя вы судите по запаху если есть дегтярный запах это значит то что надо и еще разок меньше дегтя ну буквально такие вам показывать слегка смазали и хватит он тут будет так сегодня ватку со свежим дегтем поставлю вот интересно дальше валентина март три дня назад на даче смочила дегтем тряпки разложила их в одном месте там где были тряпки с дегтем мыши не были а где тряпок не было нагадили вот какие мыши мыши такие же паразиты как и глисты и прочее тоже отреагировали на запах дегтя до текает далее два дня назад это после того как прикрепила ватку с дегтем к пупку началась резкая боль в районе пупка я решила что деготь проник через ватку смочил пупок ну это это кажется если он ожигает кожу это несколько совсем иная боль и она не сразу это все все получается и сняла ватку с дегтем но оказалось что толстый слой ваты не позволил испачкать пупок дегтем и поэтому я поставил ватку обратно на пупок но все равно в течение двух часов было неприятно в районе а так как раз это и говорит в районе пупка потом неприятные ощущения исчезли свежий берестовый дегт очень сильно действует производство сибирь супер дегтем работает то есть работает пока мы не дошли так сказать до таких результатов опять таки максим подскажите пожалуйста где приобрести березовый дегтем в аптеке светлана вартыненко геннадий классный метод попробовал а мы с мужем уже год моемся только дегтярным мылом это тоже как-то действует на нахлебников наших ну я думаю чуть-чуть так муфишка пишет я лет десять как мой с дегтярным шампунем причем он дегтем и пахнет а не арома присадками реакция нулевая мне просто запах дегтя нравится а вот когда начало лечение организма то и перхоть исчезла и волосы перестали выпадать то есть исчезли грибки дегать их вернее они не любят дегтя вот если здесь имеются у нас какие-то проблемы и волосы выпадать грибочки сама в шоке думала что все это признаки старости они паразитов изнутри нет лёвина наталья класс сегодня же сделаю хорошо лена к флешмобе участвую а ребенку 8 лет можно так как эта процедура не идет внутрь можно то есть ватку на пупок все время твиенко пишет что он тут съел и сколько съел так витамин хожу свадку уже третий день но ничего не чувствую под пупком пока нет никаких ощущений но нет ощущений нет ощущений походили два-три дня нету никаких ощущений все прекращайте можно так сказать порадуемся за вас так фишка пишет что хорошо сделает она на ночь саратовские огни я намазала обильно проходила трое суток сожжала пупоки вокруг чесалась потом неделю и облезла кожи но по ощущениям ничего не было с организмом было спокойно вот это как раз неправильное применение а именно когда есть контакт дегтя с кожей и вот так вот как раз и будет надо чтоб не было но нету и нету все нормально так в общем дегтя не было капнул скипидара одну показалось мало капнул еще две-три капли на самом деле и скипидар живичный хорошо действует надо всего лишь одну капельку не надо там много ночью жарко стало оказывается вот вот это вот маленькая дозировка вот это вот скипидара она вызывает разогрев организма то есть вот как бы такие такие это эффекты проснулся как ошпарены выскочил ожога нет методика хорошая но нужны микродожны применять о чем я и говорил то есть люди на практике теперь смотрят а чего не применяют сколько применять очень мало думаю кусочек сосновой живицы положу пускай пропитает меня пока до дегтя не добрался каких-либо намеков на паразитов не было ну отлично отлично значит смотрите вот это сосновая живица как идет вот этот запах он также и вашу кровь очищает дезинфицирует от разного рода паразитов которые могут не обитать ни на блинца хорошую методику порекомендовали спасибо кстати об этом я немножечко рассказывал она способствует еще не только тому что там вот как бы сказать проверка на листы и так далее за счет разогрева организма у вас поднимается как бы сказать пищеварительный огонь у вас лучше переваривается пища это очень интересная вещь более того должен укрепиться и ну повысится иммунитет ну когда вы это все применяете но еще мы до тонкого уровня не дошли так роза кочанюк на ощущение как будто что то все таки происходило это как раз вот и начинается работа на тонком уровне но не могу пояснить в общем через час после процедуры легла спать когда человек ложится спать вот тогда будем говорить начинает начинает работать тонкие чувства которые начинают вам показывать а что аж у вас происходит так сказать в невидимом спектре ну будем так сказать излучения через полтора часа проснулась и не могла заснуть часа два обычно сплю хорошо не просыпаюсь физически никаких ощущений а вот внутренне мимолетное мимолетное как будто какая-то работа проводится не знаю что это попривязываю еще вот это как раз и есть вот это оно и началось но пока никаких как 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 бы ощущений таких нету далее фишка пишет 13 дней привязываю ватку в каждую ночь молодец хочу отметить одно что заметила сон стал гораздо глубже то есть если у человека имеются какие-то привязки ну допустим через пупок и так далее то вот это все действует во время сна и естественно сон у человека не 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 такой глубокий как должен быть а когда этого нету то есть мы тут вот эта привязочка которые только обрубаем то естественно никаких раздражений не поступает через этот канал и мы спим гораздо глубже я так только в детстве спала часто просыпалась утром а в теле что-то отлежало раньше при породе тела во сне просыпалась очень чуткий сон был видите очень интересно это уже это уже практика идет не теория практика очень ароматная штука елена хлынова пишет да я говорю это хорошая вещь маргарита мудрёвская вот это флешмоб так флешмоб всем флешмобом флешмоб молодец петрович ан мира 12 дней назад на той неделе пару раз попробовала сейчас еще продолжим там тоже ждал чала какие-то действия были после первого раза даже живот полностью плоским стал потом опять под вздулся под сдуваться начал видите как интересно работает то есть энергетика энергетика вот это вот духа дегтярного она работает причем так как этот дух возникает после перегонки после обработки этой самой температуры высокой то все это действует как бы сказать на повышение энергетики повышение вот этих теплотворных способностей и в частности в частности может немножечко и даже на сбросы жирка но это так знаете предположение оксана ксения приклеила ватку легла спать а среди ночи просыпаюсь с чувством волнения вот это как раз и есть странно никогда такого не было причем чувство что волнение не мое не от разума физического а какое то другое буду продолжать спасибо за метод очень интересный вот это как раз и есть вот это вот тонко материальное воздействие человек еще не понимает чем он столкнулся на действие пошло ладно скажу так у меня было я прикрепил это в начале движняк там пошел кто-то куда-то разбегался чисто видать на материальном уровне а потом пошло вот это тонко материальные сны я видел сон и как раз по линии по линии отца родовой линии что что-то там было то есть отец потом еще две какие-то там сущности там были толстые явно явно были прикрепленные к моему почку и потом я вроде как перестал делать вроде одна ночь нормально было а на следующей ночи чувствую о нет там такой во сне движняк начался скорее всего он там записан что именно там было что я это думаю не я поставлю ватку поставлю так то есть предотвратить предотвратить важно предотвратить утечку через пупочный центр через пупок метода ничего с вас не берет ну вот по крайней мере она даст вам прочувствовать что чё и как на что на этом закончили добрые хорошие начинания и если вы чувствуете что моя работа приносит пользу проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела которая помогает потому что о здоровом образе жизни настоящим таком каким он должен быть без разного рода пилюлики прочих прочих никто не говорит только здесь на канале об этом полноценно во всем объеме и углубленно рассказывается проявляйте свою благотворительность щедрость какое вы можете сделать с уважением и пожеланием доброго здоровья 3 в в в в в в Продолжение следует...